В Минске продолжаются переговоры между Украиной и Россией. Москва требует от Киева, чтобы мы письменно согласились на формулу Штайнмайера. Формула Штайнмайера – это перечисление последовательности, в которой должны выполняться минские соглашения. Ее идея проста – прекращение огня, разведение войск, после – закон об амнистии для боевиков ЛДНР и закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Затем – выборы на оккупированной территории, и лишь после этого Россия выводит свои войска и передает контроль над границей. Формально она должна передавать границу украинской стороне, но к тому моменту боевики ЛДНР уже будут легализованы в украинском правовом поле. И Москва вполне может передать контроль над границей именно им. А это значит, что никакой границы де-факто не будет. Дело в том, что минские соглашения заключались в очень невыгодный для Киева момент. Иловайск и Дебальцево ослабили украинскую сторону. Российская кадровая армия уже не притворялась, что ее нет на территории нашей страны. Украине нужно было выиграть время. Вторые минские соглашения заключались под диктовку Кремля, который хотел закрепить ими порядок капитуляции Украины. Именно поэтому в тексте соглашений было прописано, что Украина закрепляет в Конституции отдельный статус оккупированных территорий. Проводят там выборы, после которых Россия начинает выводить войска и передавать контроль над границей. Строго говоря, если воплотить эти соглашения в жизнь, то Россия добилась бы своего. Сохранение контроля над территорией, легализация марионеток, превращение Донбасса в поводок на шее украинского суверенитета. Все это позволило бы Москве сохранить Украину в орбите своего влияния и обнулить любые наши попытки интеграции в Европу. Соглашения были подписаны. Украина получила передышку. Линия фронта зафиксировалась, а потери сократились. А затем Киев стал искать возможности для того, чтобы изменить порядок выполнения Минска. Официальная позиция прежней украинской власти была проста. Ни о каком выполнении соглашений не может идти речь до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с украинской территорией. Эту позицию наш МИД транслировал на всех возможных дипломатических площадках. Европейские дипломаты пытались предлагать альтернативы. Одной из них и стала формула Штанмайера. Но в целом с украинской позицией готовы были соглашаться. Санкции против России сохранялись. После избрания в Украине нового президента мирные переговоры вновь возобновились. Все чаще идет речь о подготовке встречи в нормандском формате. Но Москва прямо говорит о том, что эта встреча возможна лишь в том случае, если Киев письменно согласится на формулу Штанмайера. Об этом, в частности, заявлял помощник российского президента Юрий Ушаков. В свою очередь Киев заявил о том, что готов провести выборы на оккупированной территории в 2020 году. Но только в том случае, если Россия выведет войска и передаст Украине контроль над границей. По сути, это означает, что в минском процессе новая власть начала придерживаться той же политики, которой придерживалась и прежняя. И это единственно возможный выход, потому что мир на Донбассе не наступал вовсе не из-за позиции прошлого президента. Мир на Донбассе не наступает из-за того, что его не хочет Россия. Потому что для Москвы важно закончить эту войну на условиях нашей капитуляции. И у нашей страны нет ни единой причины соглашаться на такой сценарий. Субтитры создавал DimaTorzok